Шанс для тех, кто развивает туризм в России. И здесь неважно, начинает ли человек свой профессиональный путь или уже имеет большой опыт. 17 ноября в Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». На пресс-конференции в столице побывала и наша съемочная группа. Это действительно большая возможность для всех, и возраст любителям туризма не помеха. Например, самому молодому участнику прошлого сезона едва исполнилось 20 лет. Самому старшему из тех, кто чувствовал в себе силы двигать индустрию гостеприимства – 83 года. Возможности платформы, они безграничны. Мы буквально в сжатые сроки в течение двух недель совместно запускаем второй сезон. Сейчас межрегиональный туризм выходит на первый план, и вот те проектные команды, которые образуются во время полуфиналов и во время финалов, они уверены, что их работы будут разные межрегиональные турмаршруты, межрегиональные проекты в рамках какого-то федерального округа. Это тоже очень важно. Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, эвент-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов. Организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны. Как отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, этот проект особенно важен с точки зрения продвижения молодежного туризма. Такого вот системного подхода к работе с фондовикаторами, который сейчас в рамках деятельности платформы «Россия – страна возможности» реализуется, его не было до этого момента. И очень здорово, что это появилось. Конечно, мы не могли не поддержать эти инициативы, в том числе и из Грантового фонда, Федерального агентства по делам молодежи. Более того, на следующий год мы расширим эту поддержку. И в связи с тем, что принято такое решение, о котором уже Алексей Геннадьевич сказал, и будет запущен такой студенческий молодежный трек, мы здесь тоже, конечно, всячески поддерживаем организационно и с точки зрения Грантового конкурса и в рамках работы с нашими партнерами в высших учебных заведениях. Участников СИЗО на 2020-2021 годов ждет несколько этапов. После регистрации им предстоит снять и представить на суд жюри видеовизитки своих городов и регионов, пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этими заданиями, будут приглашены на очные полуфиналы для защиты своих проектов, а после – финал конкурса. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Например, в первом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства», который стартовал в 2019 году, приняли участие более 20 тысяч. Победителями стали 62 человека из 29 регионов. Среди них и наш Ненецкий округ. Проект создания туристического маршрута по городу Наринмару высоко оценили жюри. Мы заявились почти на максимальную сумму гранта. Максимально 1 миллион 500, мы на 1 миллион 450 тысяч заявились. Это обустройство как раз-таки маршрута идет, создание движения молодежного, которое будет нам помогать, внедрять, разрабатывать новые идеи в этом проекте. Так в рамках проекта будет разработана туристическая карта Наринмара. На зданиях появятся яркие граффити. В городе будут установлены арт-объекты. Маршрут включает 23 объекта от Краевеческого музея и площади Марацей через дома с народными названиями до ресторана музея «Тимань». Его протяженность составит почти 3 километра. Полноценное прохождение с покупкой сувениров, перекусами и прочтением информации на стендах займет почти полтора часа. Также в рамках проекта будет разработана навигация, мобильное приложение и аудиогид по маршрутам.